Просто невозможно передать, просто невозможно описать, как ты благ и милости в камне, Иисус. Здравствуйте, дорогие друзья! А мы сегодня читаем Библию вместе. В прошлый раз мы прочитали с вами 20... Какую главу? 24. 24 главу книги Бытие. Давайте вспомним, о чем 24 глава, самая большая из всех, которые мы сейчас, наверное, читали из книги Бытие, нам рассказала. У них была клятва какая-то, это значит очень-очень большое, обещая Аврааме и его слуге. Ага, и что же он сказал слуге сделать? Найти жену для Исаака. Правильно. Правильно, Авраам сказал своему слуге найти жену для своего сына Исаака. Хорошо, продолжай, Асифора, что еще ты помнишь из этой главы? Напоить слугу Авраама и его 10 верблюдов. Напоить слугу Авраама и его верблюдов она должна была, да? Потому что слуга попросил у Бога вот такой вот знак, что та, которая выйдет и напоит меня и моих верблюдов, та и станет женой сына Аврааму. И как случилось? Что Ревека стала женой. Слуга Авраама подарила какие-то драгоценные украшения, например, бусы, браслетики или украшения на нос, мы не знаем это. Итак, друзья, да, действительно, мы с вами узнаем историю о том, как была взята Ревека, жена для сына Авраама. Мы также знаем, что сын Авраама не пошел в те земли, и мы знаем, что Господь провел слугу и ответил ему всеми знаками, о которых слуга искренне Господа Бога просил. Ну что ж, давайте сегодня мы сейчас прочитаем с вами, давайте мы с вами помолимся прежде и прочитаем 25 главу книги Бытие. Будем молиться. Господь Иисус, слава тебе за то, что ты наш Бог, наш Царь, наш Спаситель, и что вся Библия рассказывает о тебе. Благослови нас сейчас читать Слово Твое и понимать его для нашего сердца, чтобы оно вселялось обильно и приносило плод и урожай. Аминь. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Мы знаем, что у Авраама умерла жена Сара, когда Аврааму было 138 лет. И он берет себе жену Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. И Акшан родил Шеву, Фимана и Дедана. Сына Дедана были Рагуил, Навдиил, Ашурим, Летушим и Лиюмим. Сыны Мадиана Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хитуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Итак, друзья, мы видим, что у Авраама появляется другая жена, которая рождает ему гораздо больше детей, чем Сара. И при этом он все, что имеет, отдает своему первенцу от Сары. Почему? Как вы думаете, почему Исааку все было отдано, а не разделено пополам, например? Почему Исмаил не получил от Агария, ведь он самый первый сын, который родился от Авраама? Почему именно Исааку? Как вы думаете? Что сказал Господь Аврааму об Исааке? Что это был за сын? В котором... Вспоминаем, Исаак был обещанный сын от Господа, в котором продолжится поколение избранного народа Израиля. Именно через Исаака пойдет тот величайший народ, о котором Бог обещал Аврааму. Поэтому Авраам так трепетно относится к своему имуществу и передает все Исааку. Однако и не оставляет других своих детей без подарков, дает им дары и направляет их в другие земли, подальше от своего первого сына, которого Господь обещал ему, обещанного, дарованного Господом сына. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Исмаил, сыновья его в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара Хитиянина, которая против Мамре, на поле и в пещере, которую Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его по смерти Авраама. Там погребены Авраам и Сара, жена его. Давайте здесь остановимся. Друзья, вот и закончились дни Авраама. Как-то даже грустно, правда? Мы так много с вами прочитали и узнали об Аврааме, о его характере, о том особом даре, о том особом благословении. Нам пришло время попрощаться с Авраамом. Это действительно грустно и печально. Но, друзья, время есть время. И Бог каждому человеку положил определенное количество лет. Каждый человек, умирая, сменяется на новое поколение. И Господь продолжает свою работу и действия в других. О чем там это говорит? Несмотря на то, что Авраам имел огромнейшее значение в своем народе, он был первый патриарх, и именно с ним Господь заключил этот завет, вечный завет о народах, о потомствах. И ему дал великое обещание обетования. Несмотря на это, нам приходится попрощаться с Авраамом и осознать, что его время подошло к концу. Очень много в Библии людей, которые прожили верную жизнь перед Богом, но которым также пришлось завершить свое бытие на этой земле. Нам это напоминает о том, что всякий человек, как трава, он растет, цветет, приносит свой плод и увядает. И самые великие люди и самые большие грешники одинаково умирают здесь на земле. И мы знаем, что только благодаря крови Иисуса Христа верующие, искупленные люди Божьи, которые истинно ходят пред лицом Бога, веруя в Иисуса Христа, однажды окажутся там, где уже находится Авраама, именно с Господом. Друзья, давайте продолжим чтение. Во смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Берлахайраи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агари, египтянка-служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их родословий, первенец Измаилов. Это двенадцать князей племенных. Лет же жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет и скончался. Он и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамейнина из Месопотамии, сестру Лавана Арамейнина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его из очала Ревека, жена его. Обратите внимание, Ревека была бесплодна. Вспомните, кто еще не мог иметь детей до Ревеки? У кого не было долго детей? Правильно, у Сары не было долго детей. Господь закрыл ее чрево, и мы знаем, что она родила своего первенца Исаака в возрасте ста лет. Итак, Ревека также была неплодна и не могла родить, но Господь услышал, и сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Детки, скажите, Ревека правильно поступила, что пошла попросить Господа, что происходит в ее чреве? Нет. Почему нет? Да. Конечно, это говорит о ее хождении перед самим Богом. Она идет с этим сложным вопросом к самому Господу. Господь сказал ей, два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматы, и нарекли ему имя Исаав. Потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исаава, и наречется имя ему Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Господь предупреждает Ревеку о том, что в ее чреве, в ее утробе живут два человечка, два ребеночка. Одного назовут Иаковом, а другого назовут Исавом. Исав родится первый, однако второй будет главным. Потому Господь и сказал, что больший будет служить меньшему. Детки, мы с вами встретимся с этим обетованием в дальнейшем. На данный момент, итак, друзья, мы видим, что Господь уже знает, кого Он избрал своим народом. То есть из двух этих сыновей только один станет проотцем будущего поколения, только один станет Божьим патриархом. Мы с вами узнаем об истории этих двух братьев чуть позже. А сейчас мы уже видим, что Бог говорит о своем выборе еще до того, как эти два мальчика родятся на свет. Давайте продолжим чтение. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Друзья, мы с вами видим, что родители здесь разделились в своей любви. И папа, Исаак, любил больше Исава, потому что тот был хорошим охотником и приносил вкусную дичь. Возможно, он варил вкусную еду, делал вкусную еду для Исаака. А мать была сердцем больше направлена к Иакову. Возможно, из-за обещания, которое Господь дал. Может быть, потому что он был обычным спокойным человеком в доме. Однако мы видим, что родители любили двоих детей по-разному. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Красное имеется в виду чечевичный суп, похлебка. Отсего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. И он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Итак, друзья, мы с вами видим историю о двух братьях. Посмотрите, один брат приходит домой уставший и пренебрегает своим первородством, продает его своему брату. Что это значит вообще первородство, детки? Кто первый был рожден, тот и наследовал все, наследовал благословение. Это самое главное, да, то, что Господь благословляет. И в нашей с вами жизни, христиан, мы радеем о том, чтобы иметь вот это вот первородство, иметь благословение от Господа. Мы ревностно относимся к нему, потому что мы хотим иметь на небесах дом, мы хотим иметь жизнь на небесах с Иисусом Христом. Искренне верующий человек, конечно же, никогда не продаст свое благословение, не передаст свое так называемое первородство, не пренебрежет им ради каких-то мерзких ценностей. Это все равно, что я сейчас скажу. Вместо того, чтобы записывать библейский урок и рассказывать деткам о Иисусе, я лучше пойду в магазин и погуляю, куплю каких-нибудь новых вещей. Или пойду поработаю, или пойду займусь чем-нибудь, что мне принесет больше удовольствия, например. И Сав поступает именно так. Он продает, то есть отдает то, что важно, то, что бесценно перед Господом, за миску еды. Почему? Потому что он пришел с охоты и очень-очень хотел есть. Иаков же приготовил эту похлебку, возможно, запах прельстил, возможно, еще какие-то внутренние рецепторы и желания в нем заговорили в Исаве. И он посчитал первородство не настолько важным, как этот супчик сейчас в это такое необходимое время. Однако, друзья, мы с вами видим и второго брата, который хитростью и удобным положением заставляет своего брата поклясться и отдать ему свое первородство. И мы с вами видим, что поступок Иакова ничуть не лучше поступка Исава, правда? Можно было дождаться вполне времени, когда Исав будет не голодный, когда он будет в нормальном состоянии. И я думаю, что Исав, будучи накормленным и напоенным, не продал бы брату свое первородство. Однако, мы видим хитрость Иакова в том, что он находит подходящий, уязвимый момент своего брата и как бы хитростью отнимает у него благословение, первородство. Друзья, теперь у меня к вам вот такой будет вопрос. Мы знаем, что Бог выбрал не Исава, а Иакова. Скажите, если и Исав, и Иаков оба неправильно поступают, то от чего тогда зависит Божий выбор, друзья? Сложный вопрос. Подумайте об этом. Мы думаем, я лично думаю, что у Бога к людям нету какого-то конкретного выбора, что один будет лучше, а другой хуже. Далее мы увидим с вами еще большие грехи, которые совершит и один, и другой брат, но Бог еще до рождения и Иакова, и Исава выбирает продлить потомство через Иакова по своей великой воле. Он так решил. Детки, Господь принял решение продолжить род через Иакова, но не через Исава. Почему? Точно не потому, что Иаков лучше Исава. Это вы точно для себя можете уяснить, и мы для себя это тоже видим. Поэтому, когда мы с вами наблюдаем в жизни, что кого-то Бог для чего-то выбирает или избирает, не нужно обожествлять этого человека. Например, мы часто сталкиваемся с такими моментами, когда христиане верующие обожествляют апостолов. Они молятся, они им приносят хвалу, они читают им молитвы. Однако мы знаем, что это обожествление апостолов неправильное, потому что Бог не избрал апостолов, потому что они были очень хорошие. Если мы с вами внимательно будем читать Новый Завет и Деяния апостолов, мы увидим, что у апостолов там было очень много предательств Христа и очень много отречений от Христа. И, конечно же, не по их заслугам они являются вот такими вот апостолами, которым дарована вот эта вот честь писать Евангелие, например. Поэтому люди не должны обожествлять других людей. Бог выбирает, кому какое служение дать по своей великой воле, по своему великому благоволению, независимо от нас и от наших дел и от того, хорошие мы или плохие. Друзья, какой мы урок с вами возьмем сегодня? О том, что Божья воля на каждого человека, она зависит только от его выбора. И это не значит, что и Авраам был безгрешным абсолютно человеком, и Господь через него выбрал израильский народ. И израильский народ далеко не пример подражания. Просто Господь по своей благоугодной великой воле принял решение, что именно этот народ будет его народом. В пример другим народам, чтобы они могли также прийти к покаянию в свое время. Друзья, мы с вами завершили 25-ю главу. Нам с вами остается половина, еще 25 глав, потому что сколько в книге Бытие глав? 50. 50 глав книги Бытие. Значит, мы с вами ровно на середине книги Бытие. Мы надеемся вернуться к вам очень скоро, а на сегодня мы радуемся о том, что мы послужили и смогли немножко поделиться с вами своими мыслями. Сегодня мы завершаем наше чтение и прощаемся до следующей 26 главы книги Бытие. Пока-пока! Просто невозможно передать, просто невозможно описать, как ты благ и милости в камне, Иисус.